Каждый из них внес свой вклад в проведение мирового футбольного первенства. Это молодежь, в основном студенты, а также волонтеры серебряного возраста. Все они прошли специальные курсы, в том числе языковые, чтобы стать в прямом смысле лицом города-курорта. В городе-курорте НАПО более 120 человек приняли участие в этом волонтерском движении. Нам, а нами очень повезло, что на чемпионате мира мы принимали участие, наш город принимал участие двумя тренировочными площадками. И вы, и мы встречали команду Дании. Я знаю, что волонтер – это не просто человек, которого можно что-то заставить сделать. Это человек, который может делать это от чистого сердца, от души. Я хочу сказать, что вы патриоты, патриоты муниципального образования, патриоты нашего города. Я очень благодарен вам, спасибо вам большое, что его у нас есть. Самое главное – сломали стереотипы в мире, о нас, о России, о людях, о той широкой и открытой душе, которая есть. Вы сами действительно люди широкой душе и открытого сердца. Вы многое делаете, а души дарите людям добро. И это великое дело. Юрию Полякову, а также председателю муниципального совета Леониду Кочетову вручили символические волонтерские книжки. Мирослава Шубнова заполняет уже вторую по счету. В волонтерском движении она около трех лет. Во время чемпионата мира девушка была одной из тех, кто на специальных точках рассказывал гостям и жителям о футбольных событиях. Было приятно, конечно, безумно приятно, потому что сама по себе вот эта атмосфера, атмосфера праздника, атмосфера, которая была создана вообще у нас, как бы, в нашей стране, вот этим мероприятием, да. И особенно было приятно, что ты стал частью этого, что ты не просто как-то был в стороне, а что ты создавал эту атмосферу, атмосферу праздника. Особенно запомнилась больше всего открытая тренировка с командой Дании. Так непривычно было смотреть. Сначала ты как бы смотришь их на поле, на Сванапе, а потом ты смотришь их по телевизору на каких-то крупных матчах. Это так необычно. Кроме того, сегодня исполнилось 10 лет со дня вступления в силу закона 1539. Юрий Поляков награждает тех, кто участвует в его реализации. Это предприятия, в том числе наша телерадиокомпания, работники муниципалитета, а также отдел по делам несовершеннолетних анапской полиции. Сегодня его возглавляет Лилия Орехова. Важный, нужный закон, который ограждает наших детей в первую очередь отправить в правом, где они в отношении них, поскольку убирают ночное время с улицы, мы прежде всего защищаем их интересы, их здоровье. И уже во вторую очередь, возможно, пресекаем действия несовершеннолетних, которые, наверное, не совсем ставлен на путь исправления. Но, тем не менее, в приоритете это уберечь детей от негативного воздействия со стороны третьих лиц. О законе уже знают многие гости Краснодарского края и Анапы, как главного детского курорта страны. Опыт переняли и продолжают перенимать в других регионах. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.